Ещё не одна сфера. Ещё не одна сфера. Это тоже, если вы видите, вот эта гигантская декорация, была тоже задача поставлена, чтобы спектакль был лёгким. И монументальный. Это я Максиму нарисую. Вы знаете, у нас в Словодии всегда так складывается, что мы только на самом первом проекте разошлись во мнениях, а потом всегда получается так, что Володя рассказывает, у него что-то рождается, и мы сразу же приходим к какому-то изламинательному. Мы никогда не переделываем, честно говоря, эскизы. Я приношу им, я надеюсь, что так дальше и будет, но мы как-то попадаем очень в друг друга. И, вы знаете, мне нравится, чем этот проект, то, что это действительно сказка, сказка, которую мы все знаем с рождения, это каждый из нас может её цитировать. И сейчас эта сказка рассказана взрослыми, и каждый нашёл и рассказал в ней то, что для него важно, то, что, как говорится, с возрастом понимаешь, ощущаешь, и пытаешься найти что-то новое в этой истории. Ну, как-то, как маленький принцип жупери, вот здесь, мне кажется, это наш русский вариант, потому что, действительно, в сказке есть для самых маленьких всё, и, конечно, как говорится, до самой смерти нужно копаться, 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 и там всё есть на всю жизнь. И поэтому очень приятно в это окунаться, получать удовольствие от того, что, допустим, то, что ты приносишь, находит отклик у всех остальных участников процесса, и получать такой действительно очень хороший замес, надеюсь, правильный, и надеюсь, что это в итоге вырастет какое-то такое настоящее, интересное произведение. А можете под декорацией поподробнее? Есть что-то, что за что отвечает, грубо говоря? Есть какие-то особенные, которые выполняют какие-то, прям, не знаю, самые такие функции спектакля, значимые. Значимые. Это, опять же, возвращаясь к тому, что это нужно чувствовать, да? Весь спектакль построен на ассоциациях, на попадание в зрителя, вызов у него какой-то эмоции, и декорация тоже старались, чтобы она вызвала отрицательную, положительную, но чтобы каждая сцена была эмоциональной. И, мне кажется, нужно действительно приходить смотреть, потому что вот так конкретно про каждую отдельную деталь это будет не то, что неинтересно, а как-то непонятно. Ну, например, большие деревья. Вы говорили, чтобы создать, например, лёгкость, чтобы показать, что спектакль-то лёгкий. Ну, лёгкость имеется в виду, что при установке, при монтаже он должен быть лёгкий. Поэтому, если сказать про саму драму, это самый монументальный спектакль. Если вот посмотреть на картинку, у нас никогда не было таких больших декораций, у нас всё было как-то более, так сказать, нескромно, но в меньшем мире. А здесь, опять же, сказка, опять же, Александр Сергеевич, поэтому захотелось, чтобы это было масштабно, чтобы показать масштаб декораций и маленького человека, который при этом может в этой декорации существовать и в этом мире, и управлять миром. Поэтому, как бы, родились высокие декорации, высокие деревья. Ну, как бы, просто, знаете, сейчас рассказывать про деревья не имеет смысла, потому что у каждого свой ассоциативный ряд со всем этим делом. И нужно, опять же, прийти и конкретно к каждой сцене смотреть и понимать, что это такое. Лес не лес, но, честно сказать, ну, поставили деревья, потому что это в лесу происходит. Ну, это как-то банально и глупо. А когда вы посмотрите, это немножко, мне кажется, будет другая картинка сложиться.